Иоанна, 14-й главе. Иисус жил, демонстрировал, учил тому, как жить на земле. Как человек в Царстве Божьем, будучи отделенным от царства тьмы. Отделенным. Он был окруженным, как и мы. Аминь. Да, но брат Копланд, это Иисус. О, да, я знаю. Да, аминь. Именно это и является таким вдохновляющим, потому что он позаботился о том, чтобы мы могли делать все то, что делал он. Вы не можете делать этого сами по себе. Но с ним все возможно. Разве не это говорит Писание? С Богом все возможно. С кем вы? Я с Богом. Я был маленьким мальчиком, и мой папа. Мой папа был высококлассным продавцом. Он обучил многих людей в сфере продаж. И когда я был еще маленьким, он посадил меня и научил тому, как пожимать кому-то руку и смотреть этому человеку в глаза. Я был маленьким мальчиком. И, конечно, мне потом нравилось практиковать это. И папа постоянно был в отъезде. Он много ездил. Но когда у меня была возможность поехать с ним... О, говорю вам, это был праздник каждый день, если я мог поехать с моим папой. И он подходил к кому-то, кого он не знал, и говорил, Я А.W. Копланд, я представляю бизнес с Колли Джонса. Затем позже он говорил, Я А.W. Копланд, я представляю страховую компанию Национальный Союз. Это две работы, которые у него были, пока я рос. Дольше всего он работал, говоря, Я А.W. Копланд, я представляю миссию Кеннета Копланда. Да. 16 лет на первой работе, 20 лет на второй работе, и 24 года в миссии Кеннета Копланда. Хвала Господу. Аминь. Аллилуйя. И знаете, я заметил... Позже я начал понимать, что он делал. Он представлялся. А следующее, что он говорил, уполномочивало его. Они тогда знали, кем он был. Но та компания была больше него. Вы видите этот процесс? Конечно, именно это он и подразумевал. Аминь. В этом нет ничего неправильного. Все, что Бог говорит вам делать, все, что Он повелел вам делать, возможно или невозможно, мало что из того, что Бог будет говорить вам делать, будет возможным. Потому что если вы когда-нибудь вылезете из своей норы, вам придется оказаться в сфере невозможного, поскольку требуется помазание, чтобы это сделать. И если Он говорит вам что-то сделать, когда Он вам это сказал, Он уполномочил вас. Когда Он уполномочил вас, Он наделил вас силой совершить это. Совершить это. Аминь. И я начал понимать, что Он делал. И затем, позже, для меня это было чем-то захватывающим. Я подходил к людям и говорил, «Я Кеннет Копланд, я представляю Бога». И они смотрели на меня, как бы спрашивая парень, «И с какой пещеры ты вообще вылез?» «Да, я представляю Бога». Аминь. И я по-прежнему это делаю, когда кто-то говорит... В большинстве случаев теперь я говорю, «Я Кеннет Копланд». «А, вы это телевизионный проповедник». Еще до того, как я успеваю, один человек подошел ко мне и сказал, «Вы это телевизионный проповедник». Я ответил, «Да». Он сказал, «В жизни вы такой же безобразный, как и по телевизору». Развернулся и ушел. Что ж, я и так это уже знал. Ему не нужно было мне это говорить. Аминь. Слава Богу. Аллилуйя. Посмотрите сейчас здесь 10 стих. «Разве ты не веришь, что я в Отце, и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». Иисус только что нам сказал, как Он вел свое служение в Царстве Божьем, будучи окруженным Царством этого мира. И позже, как Господь будет нас вести, мы прочитаем эти места Писания, и они будут у нас перед глазами. «Мы были воскрешены и посажены вместе с Ним на небесах». Аминь. Послание к филиппийцам 3.20 говорит, что наше гражданство на небесах. Первая глава Колоссянам говорит, «Благодаря Бога, Который уже избавил нас от власти тьмы и перевел нас, это означает взять из одного и поместить в другое, перевел нас в Царство Сына Своего возлюбленного». И помните, в книге Исаия сказано, «Родился младенец и владычество на раменах или на плечах его». Помните его? Там не сказано «на голове его». Сказано «на плечах его». Плечи находятся на теле. Да. Не на голове. Мы тело. Это наши плечи. Почему? Мы являемся с ним одним целым на небе и на земле. И мы уже граждане Царства Божьего. И мы действуем в Царстве Божьем по Его правилам. «Ищите прежде Царства Божьего». Ищите слова Царства Божьего. Вы видите теперь, о чем говорит нам 4 глава притчи? Ищите слова Царства Божьего. И это все, 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 все приложится вам. Аминь. Слава Богу. Некоторые из вас по-прежнему как-то... Хорошо. Итак, посмотрите 12 стих. «Истина, истина». О, здесь два истина. Говорю вам. Верующие в Меня, дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу Моему иду. Я просто не представляю, брат Копланд, как мы даже дела Иисуса можем творить, а тут говорится, творить большие дела. Как кто-то вроде Меня сможет когда-либо сотворить большие дела? Вы не понимаете. Те дела тоже не Он творил. Он сказал слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Это Отец, пребывающий во Мне. Очевидно, Отец дал Ему эти слова. Он говорил их. И Духи Божьи совершали эту работу. Аминь. Да, хорошо. Давайте обратимся к пятой главе. И вы понимаете. Я читаю Библию. Б-и-б-и-и-ю. Аминь. Разве не ее же читаете и вы? Хорошо. Иоанна пятая глава. Посмотрите. Тридцатый стих. Я ничего не могу творить сам от себя. Что? Ничего. Не сказано, что Он не будет делать чего-то от Себя. Сказано, что Он не может. Это крайне важная информация. Это важно в Царстве Божьем. Хорошо. Давайте посмотрим 19 стих. Истина, истина. Истина, истина. О, здесь снова два истина. Говорю вам. Сын ничего не может творить сам от Себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам. Давайте обратимся к 11 главе Марка. Очень известное местописание. В 11 главе Марка. Но то, что я собираюсь прочитать, совсем не является известным. Посмотрите 10 стих. «Благословенно грядущее во имя Господа Царства Отца нашего Давида, Осана Вышних. И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью, не сказав ни слова. Провел в том храме весь день. Ничего не сказал и ничего не сделал. Когда же он вернулся на следующий день, Иисус вошед в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме из стола именовщиков и скамьи продающих голубей опрокинул». Они делали это и днем раньше. Но Иисус ничего не сделал. Он ничего не сказал. Почему? Его отец ничего не сказал и ничего не сделал. Поэтому он просто пробыл там весь день и пошел домой. Это первый шаг веры. «Держите свои уста на замке, пока не услышите от Бога». И не зная этого, мы упускали то, что произошло. Когда он пришел в Иерусалим и что-то сделал. Все, кто когда-либо слышал проповедь об этом, все, кто когда-либо читал это, помнят, как Иисус расстроился и выгнал этих людей из церкви. Все помнят это. Все помнят. Но вы знали, что он провел в том храме весь день? Это два дня подряд. Он пробыл там весь день. И большинство людей не знает, что он был в храме. Днем ранее. Поскольку они начинаются второго дня. Но заметьте, его миссия не состояла в том, чтобы выгнать оттуда тех людей. Пришли в Иерусалим. Иисус, вошед в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме и стал именовщиков из камней продающих голубей опрокинул и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь и учил их, говоря. Он взял место из Писания и проповедовал и учил по нему в храме. Девятнадцатый стих. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Он проповедовал целый день. Ему было что сказать. Аминь. Откуда, по-вашему, он это узнал? По-вашему, он проповедовал проповедь, которую он проповедовал в прошлом месяце? Нет, нет. Нашел свой старый конспект и вырвал оттуда какие-то тезисы? О, я знаю, о чем я буду проповедовать. То, о чем я проповедовал на Пасху. Им это понравится. Нет, нет. У него ничего не было. Он ничего не сказал. Аминь. Он получил это накануне ночью, молясь всю ночь. Или сколько бы он ни потратил там времени, и он размышлял над этим и думал об этом. Понимаете? Это процесс. Это процесс Царства Божьего. Именно так оно и работает. Он запустился в день сотворения мира, когда Дух Божий носился над бездной, и ничего не происходило. И Библия говорит в послании к евреям, что Иисус был там. Аминь. Не в физическом теле, но Он был там. И Отец был там. Ничего не произошло, пока не были сказаны слова. И Отец сотворил эти дела. И у нас есть материальная вселенная. Воскликните кто-нибудь, аминь. Слава Богу. И в заключение скажу следующее. Это процесс Царства Божьего. Сатана не может изменить этот процесс. Все, что он может сделать, это изменить слова. Сам процесс по-прежнему работает. Он по-прежнему функционирует. Единственное, как дьявол может сделать что-либо в вашей жизни, это заставив вас говорить его слова. А ведь вы знаете, что сеятель сеет Слово Божье. Что ж, очевидно, вы услышали что-то от Бога. И дьявол сразу же приходит с гонениями из-за Слова Божьего. И это те, которые не имеют в себе корня, и обижаются. И что происходит, когда они обижаются? Они перестают говорить то, что есть в их сердце, и начинают говорить слова дьявола. И тот делает свое дело. Он крадет Слово. Аминь. Процесс тот же самый. Он не может изменить этот процесс. Равно как и вы. Но вы определенно можете изменить слова, которые вы говорите. Вы можете изменить то, во что вы верите. Аминь. Вы можете целенаправленно во что-то верить. Но позвольте мне вам кое-что сказать. Не практикуйте язык и формулировки этого мира. Ну, я просто не могу поверить, что он это сказал. Я просто не могу поверить, что они это сделали. Не могу поверить, что мы едем, а ты? Я просто не могу поверить, что я здесь. Вы еще десять тысяч раз будете говорить, я не могу поверить? А потом вы идете в церковь и говорите, мне так сложно верить. Что ж, не отец дал вам эту фразу? Нет, не он. Вам нужно обратиться к Библии и найти, где говорится, что вы можете верить. Аминь. И принять решение. Я верующий. Я верю в то, во что я выбираю верить. И я не верю в то, во что я выбираю не верить. И дьявол не может иметь к этому никакого отношения. И вы не можете иметь к этому никакого отношения. Мой разум – это мой разум. Я думаю, как я думаю. Я говорю, что я говорю. И когда вы говорите это первые два-три раза, душевная часть вас все еще слаба. Так что на вас по-прежнему производят впечатление другие вещи. И вы приходите в замешательство. Просто держитесь этого, держитесь этого. Что вы делаете? Вы назидаете свою волю. Вы назидаете свой разум. Вы питаете свою душу, и ваша душа говорит, ну, наконец-то. А то я уже думала, что с таким духовным питанием мы умрем с голода. Удалите своих уст слова смерти. Пусть кто-то поможет вам. И вы должны быть терпеливы. Вы не должны злиться друг на друга. Более 47 лет назад, когда мы с Глорией ухватили за это, мы стали командой. И кто-то из нас говорил. Я говорил что-то вроде, «О, разве это не что-то? Я чуюсь со смеху, не умер». Глория отвечала, «Что ж, это твое исповедание? Я верю, что оно исполняется». И все было бы ничего, если бы она болтала так же много, как и я. Но послушайте, она была такой спокойной. Она никогда ничего не говорила, она просто сидела и улыбалась. Получалось, что исправляла только она. Мне не в чем было ее исправлять. А я только говорю глупые вещи. Кейт и Филлис Мур стали командой, когда они только начали учиться этим вещам, учась в библейской школе Рэма. И они, и мы, по-прежнему продолжаем это делать. Они говорили, «Раз ты так говоришь...» «Раз ты так говоришь...» «О, да, 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 раз ты так говоришь...» «Везение, убирайся с глаз долой». И можно проследить, что слово «везение» происходит от слова «люцифер». «У меня нет никакого везения». «Мне не нужно везения». «Я благословлен». «Аминь». «Я контролирую так называемого везунчика». «Случайное совпадение?» «Я так не думаю». «В еврейском языке нет слова, означающего случайное совпадение». «Раз нет такого еврейского слова, значит, его нет и в Библии, я вам гарантирую». Нет, нет, нет. Понимаете, это важные вещи. Мы делаем свою часть, чтобы говорить слова благословения. Слова, которые назидают. Аминь. «Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших, а только...» «Что?» «Хвала, благодарение, то, что доставляет благодать слушающим». Аминь.